В эфире программа в центре событий в студии Наталья Бавушкина. Здравствуйте! И в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Деньги получат более 200 тысяч человек. Все средства обещают перечислить до 10 декабря. Решение о материальной поддержке принято на заседании правительства округа. Неработающие пенсионеры, проживающие на территории ХМАО, получат по 1 тысячу рублей. Те, кто переехал в Тюменскую область, по 650 рублей. Работу в торговом комплексе «Аскания» заморозили по решению суда. Напомню, деятельность рынка приостановили на прошлой неделе из-за грубых нарушений санитарных норм. Если тогда речь шла о закрытии всего на 7 дней, теперь ворота и склады опломбированы более чем на месяц. С места событий Дмитрий Подлесной. Водитель фуры спешит на склады «Аскании». Остались считанные часы до того, как объект закроют. С исполнительным листом о приостановлении деятельности на базу пожаловали судебные приставы. Порядка 20 человек вкупе с полицейскими прибыли, чтобы опломбировать складские помещения. Будут опечатаны, опломбированы. Входные двери в складских помещениях с одновременным составлением акта, в котором будут отражены все действия, совершенные судебным приставом, исполнителем. Ворота на территорию также закроют, поэтому никто не сможет попасть на объект. Хотя здесь расположены здания еще двух собственников. Более того, предприниматели не успели вывезти львиную долю продуктов. Всем, кто захочет попасть на территорию комплекса, придется обращаться в отдел судебных приставов, либо в суд. Деятельность торгового комплекса «Аскания» приостановили на 35 суток. И вновь эта овощебаза откроется только уже в следующем году. Сейчас предприниматели подсчитывают свои убытки. Они, к слову, немалые, так как на складах запечатанными оставили сотни тонн овощей и фруктов. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Многие средние и мелкие продуктовые магазины Сургута и района закупали овощи именно в торговом комплексе «Аскания». Сейчас рынок продовольствия ожидают перемены. Тем временем бизнес-сообщество неоднозначно оценивает ситуацию. Рынок идет как отрегулироваться. И поверьте, он отрегулируется довольно быстро. Но это не означает, что завтра фрукты и овощи станут дешевле и качественнее. Скорее всего, они станут дороже, потому что это будет какая-то обходная схема, использующая более тяжелые транспортные развязки. Более тяжелые, неудобные складские перегрузки. Что отразится на стоимости. Поэтому давайте расплачиваться за государственную политику своим рублем. Как на 40 квадратных метрах разместить 50 человек и больше? Ответить на этот вопрос могут сургутяне, которые массово прописывают и регистрируют в своих квартирах иностранных граждан. Прокуратура вместе с полицейскими провела проверку, в ходе которой выявили несколько человек, которые нарушили закон. Например, одна женщина с февраля по август этого года поставила на учет в своей квартире почти 50 человек. Еще одна сургутянка зарегистрировала 20 иностранных граждан. По результатам проверки возбуждены уголовные дела по статье Организации незаконной миграции. У нас были случаи, когда по одной квартире было поставлено на миграционный учет более тысячи иностранных граждан. То есть там возбуждено уголовное дело в 2012 году еще. В данный момент постановка на учет по данному адресу полностью прекращена. Но надо сказать, что очень хороший эффект обладает именно возбуждением уголовного дела на собственника квартиры, тот, кто стоит на учет. То есть после этого, как правило, постановка на учет именно по этому адресу прекращается. Тем временем в Сургуте завершается операция «Нелегальный мигрант». Сотрудники миграционной службы совместно с ОМВД провели очередной рейд, чтобы найти иностранцев, нелегально проживающих и работающих в нашем городе. Сегодня специалисты ОФМС и полицейские проверили территорию базы «Каравелла» по улице Сосновая. Увидев полицейских, мигранты, которые трудятся здесь подсобными рабочими, пытаются спрятаться и разбегаются кто куда. Чего бояться, понятно. У одних вообще нет паспортов, у других отсутствует разрешение на работу. Если у граждан существуют близкие родственники, граждане Российской Федерации, они согласно Женевской конвенции, ст. 8, останутся на территории Российской Федерации, но со штрафами. Им будет предписано выехать в кратчайший срок на территорию сопутствующих государств, откуда они прибыли, исправить свое правонарушение и въехать законно. Этот гражданин Азербайджана в Сургуте уже несколько лет. Вид на жительство помогли получить братья, а незаконные жители нашего города. Браты приехали, сначала гости приехали, потом так и остался и работали. А семья у вас там, в Азербайджане? Ну, семья, да, там. Вы здесь как на заработки, а туда совсем не ездите? Почему ездим тоже? А как часто? Ну, уже третий год уже не езжу, так-то вот работаю. Сегодня на территории базы «Каравелла» сотрудники УФМС совместно с полицейскими выявили 10 нелегалов. Трудились гастарбайтеры на складе без документов и разрешения на работу. Уже в отделении полиции установят личность каждого, выяснят, законно ли они пересекли границу и на каких основаниях находятся на территории России. Также у иностранных рабочих возьмут отпечатки пальцев и проверят на причастность к преступлениям. Операция «Нелегальный мигрант» продлится до 28 ноября. Для многих граждан ее итогом станет выдворение за пределы страны. Татьяна Расторгуева, Ксения Битюгина, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. А в Сургутском районе за прошедшую неделю полицейские обнаружили 32 нелегала. Одного иностранца выдворили из страны, на остальных составили административные протоколы. Сумма штрафа для незаконного мигранта составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Превышение порога заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в пяти муниципалитетах Югры. Об этом сообщают специалисты окружного Роспотребнадзора. В это число попали Сургут и Сургутский район. Наш город – один из лидеров по заболеваемости. В целом по округу эпид порог не превышен, а количество заболевших пошло на спад. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано около 9 тысяч случаев ОРВИ. Это на 600 человек меньше, чем за предыдущие 7 дней. Практически все заболевшие – дети. Вместе с тем ни одного случая гриппа не зафиксировано. Сегодня в Югре завершена прививочная кампания «Групп Риска». Вакцину поставили более 400 тысяч человек. В Югре наказаны первые нарушители нового антитабачного закона. За прошедшую неделю к административной ответственности привлечены 30 человек. Больше всего курильщиков-нарушителей выявлено в Белоярском районе. В Нижневартовске, Покачах и городе Белоярском полицейские за курение штрафовали и подростков. С 15 ноября, напомним, вступили в силу поправки в административном кодексе. За курение в общественных местах штраф составляет до полутора тысяч рублей, а за курение на детских площадках – до трех тысяч. Народная борьба с парковками на газоне, курением и хулиганством. Очередную встречу чиновников и населения посвятили теме благоустройства. Сургутяне раскритиковали нынешнее положение дел. В чем причина народного недовольства и на что готовы жители города, чтобы сэкономить бюджетные расходы? Смотрите в следующем сюжете. Темпы благоустройства не успевают за развитием города. К такому выводу приходят многие горожане. Вроде новые торговые центры строим так быстро, что позавидовал бы сам Стаханов, и новые микрорайоны растут как грибы. О комфортной среде говорить пока рано. Ремонт уличной дорожной сети оказался настолько громким и дорогим, что о дворах коммунальщики просто забыли. А программа, по которой благоустройство придомовых территорий вместе с людьми оплачивают округ и город, похоже, сходит на нет. В 2011 году мы благоустроили 58 дворовых территорий, в 2012 – 47, в 2013 – 30. К сожалению, динамика у нас отрицательная, но это связано в первую очередь с тем, что объемы финансирования средств окружного бюджета, к сожалению, каждый год у нас уменьшаются. Народ на встрече четко обозначил круг проблем. Нехватка мусорных урн, человеческое свинство и просто скудные городские виды. Из новых претензий – нарушение тишины строителями. Строятся дома там, и там они нарушают 30-40 минут, как правило бывает, но эти 30-40 минут людям очень некомфортно. По каждому такому факту нужно сообщать в контролирующие органы. Это служба жилищного и строительного надзора. Потому что углядеть за каждым строителем, тем более, когда эти 30-40 минут, да пока до нас сигнал дойдет, мы приедем, уже будет тишина. Ряд предложений горожан Дмитрий Попов взял на заметку. Например, об озеленении города. Пенсионеры заявили, что готовы поделиться рассадой, чтобы засеять Сургут цветами, чтобы город не тратил на это деньги. Мэр ответил, что готов даже определить единый день под это масштабное мероприятие – аналог дня высадки деревьев. Екатерина Любешева, Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. Сто тысяч метров в проходке горных пород. Достижение бригады Виктора Саликаева из Сургутского УБР-3. Гроссмейстерский рубеж покоряется им уже пять лет подряд. Секрет успеха выяснял Дмитрий Теряев. Перерыв в работе буровиков не запланированный, но это не нарушение распорядка трудового дня. Буквально пару часов назад они преодолели 100 тысяч метров проходки горных пород. Торжественно поздравить коллектив, вручить грамоты и благодарственные письма приехало руководство Сургутского УБР-3 смежных предприятий. Качество это то, как будет добываться нефть. Это то, как будет работать нефтегазодобывающее управление с нашей скважиной. Поэтому я обращаю ваше внимание, что это одна из основных задач. Я благодарю вас за тот труд, который вы вкладываете в наше общее дело. Желаю вам здоровья, успехов и удачи. В бригаде Виктора Саликаева сейчас трудится больше 30 человек. Большинство из них приезжают в Сибирь на вахту. Бурильщик Дамир Гарафеев родом из Уфы. Полмесяца будет скважиной здесь, полмесяца живет дома. Говорит, в семье к такому специфическому графику работы уже привыкли. Есть зарплата, есть выходные нормальные. Отдохнуть можно успеть. Сильные морозы, конечно, сложно. Но то, что бурильщик, все замерзает, все обогревать надо, все отогревать. И работа получается уже дольше. Стотысячный рубеж бригада преодолевает уже пятый год подряд. Мастер признается, в этом заслуга всего коллектива. Буровики свое дело знают. Молодцы ребята. Заслуга именно коллектива достижения стотысячного рубежа. Коллектив состава бригады стремится измесячно выполнить поставленную задачу. В Сургутском УМБР-3 13 бригад. Три из них достигли грозместерского рубежа. И это не предел, отмечают в Сургутнефтегазе. До конца года 100 тысяч метров проходки горных пород преодолеет больше половины коллективов. Дмитрий Теряев, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. Зимники и ледовые переправы должны быть готовы к 25 декабря. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Правда, как отметили дорожники, процесс может затянуться до середины января из-за аномально теплой погоды. В этом сезоне в Югре должны проложить 58 зимних трасс и 88 ледовых переправ. В этом году, благодаря вводу новых автомобильных дорог, общую протяженность зимников удалось сократить на 240 километров. Также губернатор призвала дорожников выложить в интернет графики работ над зимниками для общественного контроля. Плюс ко всему Наталья Комарова сообщила, что за нарушение содержания и эксплуатации дорог в зимний период к ответственности уже привлекли 100 должностных и 10 юридических лиц. Настоящей войной закона и беззакония назвала губернатор ситуацию на дорогах округа. Назвать работу дорожно-эксплуатационных предприятий удовлетворительной нельзя, подчеркнула глава Югры. В частности, как показали проверки, в Октябрьском, Сургутском и Нижневартовском районах противогололедных средств заготовлено в половину меньше, чем необходимо. В Советском же районе и в Мегионе еще меньше, лишь 30%. Все это влияет на увеличение количества ДТП. По выявленным недостаткам, руководителям дорожных и коммунальных организаций выдано 104 предписания. Органам местного самоуправления и владельцам автомобильных дорог направлено около 50 представлений об устранении нарушений. Подарок ко дню рождения. Детская школа искусств номер 2, которая в декабре исполнится 25 лет, обретет, наконец, новые стены. Строительство здания намечено на следующий год. Официальное подтверждение в Департамент культуры, молодежной политики и спорта пришло от Надежды Казначеевой, директора профильного ведомства Югры. Возведение объекта уже включено в окружную программу финансирования на 2014 год. Сегодня детская школа искусств – это 7 отделений, 340 учеников и более 100 сотрудников. Нового здания работники учреждения и сами учащиеся ждали не один десяток лет. Появится оно в микрорайоне Пикс. Мы получили официальное подтверждение тому, что строительство школы в районе Пикс включено в программу окружную. Поэтому мы очень рады и спасибо в этом плане нашим общим интересам с депутатами городской думы. Мы будем иметь еще одно учреждение в нашем городе, современное, и то, которое позволит нам еще дополнительное количество детей принять в стены этого учреждения. О создании новой музыки и помидорах. На сцене сургутской филармонии выступил ведущий джазовый певец Джей Ди Уолтер. Американец по праву считается лучшим исполнителем соул-стиля в мире. Джей Ди Уолтер дал концерт вместе с московским ансамблем «Саша Машин Трио». Перед выступлением джазмен побывал на эфире «Североавторадио». Он рассказал, какие вещи заставляют его создавать новую музыку, как США относятся к России и чем он занимается на досуге. Оказалось, что у музыканта вполне приземленное хобби. Я люблю готовить и выращивать овощи. Это не так популярно здесь в России, но в Америке овощеводством занимается очень много людей. Мне нравится есть пища и понимать, что продукты свои, не генно-модифицированные. Эксклюзивное интервью с американским джазменом читайте в свежем номере газеты в Центре Событий. Почему Россия в глазах обычных граждан США – дикая страна, и как овощеводство влияет на творчество. Взгляд на жизнь незаурядного музыканта только в Центре Событий не пропустите. Спортивный флешмоб. Ученики и педагоги 38-й школы отметили 100 дней до старта зимней Паралимпиады в Сочи. Всеобщая зарядка, тематические уроки, дресс-код физкультурника. В гости к ребятам пришли знаменитые гости. Четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов, каратист Александр Алиев, а также факелоносцы. Руководство учреждения заверяет, что это не последнее мероприятие. 7 февраля, в день открытия Олимпиады, в школе запланировано настоящее торжество. Таким образом преподаватели пытаются развивать в детях патриотизм. Я считаю, что в жизни нашей страны есть определенные события, которые формируют именно гражданскую позицию. И сегодня настало то время, когда надо не провозглашать с трибун определенные свои жизненные позиции, а мы, учителя, очень много вещаем о прекрасном, хорошем и вечном. А сегодня то событие, когда можно своим делом доказать то, что ты причастен к событиям твоей Родины. В Сургуте впервые прошел отборочный тур общероссийских соревнований по шестовой акробатике или пол-дэнс. Победительница получила право представлять наш город на следующем этапе соревнований в Екатеринбурге. Столичные судьи высоко оценили подготовку местных участниц. Демон, снежная королева, покорительница джунглей и множество других невероятных образов. 17 участниц из Сургута, Нефтьюганска и Нижневартовска. Две категории – любители и профессионалы. Беспристрастная жюри строго оценивает все – техничность, пластику и артистизм. Судьи у нас достаточно именитые, но именно в этой сфере. Наша главная судья – это питерская девушка, которая сама преподает. Она ездила в Лондон на чемпионат, она занимала призовые места. У нее есть большой опыт судейства, она аттестована. Наталья Гусева – главная судья. Не только оценивала конкурсанток, но и сама приняла участие в отборочном туре. Девушка порадовала всех своим захватывающим показательным номером. Она нам рассказала о своих впечатлениях об уровне конкурсантов. После просмотренного я в диком восторге. Девочки все просто прекрасные. Высокий уровень артистизма, хороший уровень подготовки. Конечно, чуть-чуть видно, что набирают только еще динамика полдэнса в Сургуте. Минимальная разница просто потому, что вы немножечко далеко от центра, от Санкт-Петербурга, Москвы. Зрители не остались равнодушными к происходящему. Не мудрено, такие соревнования в нашем городе проводятся впервые. Мне впервые нравится. Крация, эластичность, пластика вдохновляют очень красиво. Очень интересно, увлекательно. Дравят пластику, где нашли себя в этом спорте и что продвигаются дальше. Я надеюсь, мы будем это проводить каждый год. А полдэнс – он такая обширная вещь. И мне очень хочется, чтобы люди с ним познакомились, они перестали этого бояться. Да, скептизизм свой убрали. Право защищать честь Сургута в отборочном этапе по УРКО в Екатеринбурге в номинации профи получила Дина Левченко. Лучшей среди любителей стала Наталья Маркова. Ксения Битюгина, Наталья Грачева, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. На этом у меня всё. До встречи. Метросеть дарит бесплатный Wi-Fi постоянным клиентам. Шесть месяцев доступа в интернет и ТВ. Уезжаете в отпуск? Пользуйтесь помесячно в течение года. И главное – Wi-Fi роутер в подарок. Подробности на метросеть.ру Успейте купить шубу по советским ценам. Цена приемлемая. Дешёвые. Хорошие шубы. Хорошие. Торгмех только до 1 декабря. Камертон. В обувных супермаркетах Лизет скидки на всю зимнюю коллекцию до 30%. В супермаркете Перекрёсток. Цыплёнок охлаждённый. 74 рубля 90 копеек за килограмм. Экономия 43%. Улица Грибоедова – 8. Улица Пушкина – 9. Перекрёсток. Мы ждём вас. Мы стараемся для вас. Холодает? Ищите шубу или дублёнку? Скидки до 50%. Бонаде. Сургут. Сити-мол. Кукла Бэби Борг выглядит и ведёт себя как настоящий ребёнок. Ходит на горшок и пользуется памперсами. Всего заодно 1299 рублей. Сеть магазинов «Карапуз» – всё лучшее детям. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. Новое поступление мужских и женских пуховиков. Размеры от 44 до 66. А также женские и мужские шубы из механурки, бобра, мутона. Рассручка без первоначального взноса и без процентов. Универмаг Сургут. Улица Рыбников, 31. Телефон 25 06 05. Поразительно. Чем больше я на тебя смотрю, тем сильнее влюбляюсь. Каждое мгновение, проведённое с тобой, для меня великое счастье. Здравствуйте. Информация о погоде на 28 ноября. В студии Алла Шипулина. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи» представляет Системы автоматического дистанционного управления «Жалюзи» и шторами любых размеров французской марки «Зомфи». Компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи» предлагает автоматическое дистанционное управление шторами и жалюзи любых размеров французской марки «Зомфи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245 0. В ночь на четверг в большей части Западной Сибири погоду будет определять относительно погожий антициклон. А днём в регионе пройдёт тёплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговой облачностью. В этом режиме существенно выше климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 м в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 10. Утром преимущественно без осадков. На столбиках термометров около 9 градусов мороза. Днём также облачно, небольшой снег. Направление ветра западное 4,9 м в секунду. Температура минус 2, минус 5. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитный фон спокойный. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Возвращение легенды. Мы просто продаём качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». Большое поступление обуви зима 2014 из Германии и Финляндии в салонах обуви «Саламандр». Фабрика «Комфорта» оснастила своё производство по изготовлению мебели в Сургуте с самым современным оборудованием. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменном высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебель в выставочных залах торговых центров «Вега», «Магаз» и в ваших домах. Посетите новый салон «Фабрика «Комфорта» в торговом центре «Вега», проспект Ленина, 71, второй этаж. Телефон 950-850. Я желаю комфортной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин